Министерство здравоохранения Российской Федерации выработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов заявил руководитель ведомства Михаил Мурашко. По его словам, во время подъема заболеваемости COVID-19 повторно прививаться нужно хотя бы раз в полгода. В настоящий момент все усилия федеральных и региональных властей направлены на сдерживание роста заболевших и увеличение количества вакцинированных. Как защитить себя и своих близких от угрозы заражения и как правильно восстановить свой организм, если инфекция все-таки настигла? Никита Васильев искал ответы на эти вопросы. Напряженная ситуация с распространением коронавируса вынудила власти столичных регионов пойти на новые ограничения. Так, в Москве с 28 июня в кафе и рестораны смогут ходить только привитые, переболевшие и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более трех дней назад. Чтобы подтвердить свой статус, посетителям общепита понадобится QR-код. В Тверской области новых ограничений пока не вводится, однако к решительным шагам сложная ситуация с заболеваемостью региональные власти все же подтолкнула. Так, в конце прошлой недели главным государственным санитарным врачом Тверской области Арнольдом Выскубовым было подписано постановление об обеспечении обязательного проведения прививок по эпидемическим показаниям целому ряду категорий граждан. Это представители сферы торговли, общественного питания, гостиничных услуг, ЖКХ, энергетики и других. Это связано с тем, что эти категории наиболее уязвимы. Уязвимы с тем, что они больше контактируют с другими и с большим количеством населения. Они контактируют в том числе с людьми, которые приезжают к нам и которые могут быть заболевшими. И мы это наблюдаем в определенных, будем говорить, муниципальных образованиях. Поэтому такое решение принято. Очевидно, что сейчас все усилия региональных властей Верхней Волжьи направлены на сдерживание роста заболевших, увеличение количества вакцинированных, выработку коллективного иммунитета у жителей области. При этом специалисты Тверской области также настаивают на том, что ревакцинация – один из наиболее действенных способов борьбы с распространением инфекции. До Европы уже дошел новый индийский штамм коронавируса, и он куда сильнее у Ханьского, говорят эксперты. Болеют в большей степени сейчас люди более молодого возраста, то есть возраст заболевших коронавирусной инфекцией сейчас сместился в диапазон от 18 до 49 лет. То есть это наиболее активные граждане, которые в большей степени коммуницируют, которые в большей степени перемещаются активно. И, соответственно, в большей степени подвержены риску заражения, но и штамм, который сейчас получил распространение, его степень заразности и скорость распространения в 10 раз превышает у Ханьский штамм, который изначально послужил причиной возникновения пандемии. Но если так случилось, что вы все-таки заразились коронавирусом, главное – призывают медики не паниковать. В первую очередь важно исключить все контакты с другими людьми, чтобы не стать источником инфекции. В дальнейшем важно следовать всем рекомендациям лечащего врача. Коронавирус, как и любое заболевание, может серьезно ударить по вашему здоровью. Процесс восстановления может занять достаточно долгое время. Впрочем, специалисты санатория Бабачевская роща настаивают. Если доверить свое здоровье профессионалам, последствия заболевания будут сведены к минимуму. Санаторий Бабачевская роща является единственным медицинским учреждением в Твери, которое оказывает услуги по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В программу реабилитации входит обязательное посещение врача-терапевта, где производится осмотр пациента, выявление сопутствующих заболеваний, оценка общего состояния. Кроме того, программа реабилитации включает в себя посещение голокамеры, соляной пещеры, занятия в бассейне, дыхательную гимнастику, проведение физиотерапевтических процедур, в числе которых ингаляция с морской водой из Крыма, магнитная и лазерная терапии. Также для пациентов доступен массажный кабинет. О том, что реабилитация – важный процесс для тех, кто перенес ковид, говорят и специалисты. Доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области Наталья Соколова настаивает на том, что к нему нужно подходить со всей серьезностью. Надо понимать, что процесс реабилитации, к сожалению, он достаточно длительный. И он занимает от полугода до года, а может быть и даже более чем год. Словом, даже если вы заболели, не стоит отчаиваться. Современный уровень медицины позволяет эффективно бороться как с коронавирусом, так и с последствием заболевания. Впрочем, все же лучше беречь себя и соблюдать все эпидемиологические правила. Ведь, как известно, здоровье – это, пожалуй, последнее, чем можно рисковать в жизни.